По ходу. Но слово для первого доклада я предоставляю с удовольствием Сергею Анатольевичу Васильеву, доктору филологических наук, профессору кафедры русской классической литературы и словистики Литературного института имени Горького и доклад Сергея Анатольевича об анализе стиля художественного произведения Сокулин. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Приветствую всех участников конференции. Очень рад, что мы проводим пение памяти Юрия Ивановича Минералова. Это очень важно. Это помогает нам и жить, и работать, как говорится. Поздравляю Ирину Георгиевну с именинами, кстати сказать, сегодня. Спасибо. Пробую подключить презентацию, но не знаю, нужно это или нет, если сообщение небольшое. Ага, мы все видим презентацию вот... Ирины Георгиевны? Да, сейчас вот в данный момент, да. Погу подключить свою презентацию, поскольку ты бесправный, совсем нет у меня никаких возможностей. У меня есть возможность, сейчас я это даже... Сергей Анатольевич, а нет, это остановит экран другого участника, мне пишут, тогда не буду. Ну, останови мой экран, какое кому дело? Хорошо. Хороший экран, может быть, его не стоит останавливать. Ну, в другой раз подключим, не вопрос вообще, сейчас не надо, да. Хорошо, да. Галина Юрьевна, если есть смысл, тогда, может быть, включите, да. А вот смысл сразу же и явился. А теперь мне еще нужны права, я не могу без прав, мне надо листать это. А прав, к сожалению, вот, если, может быть, вы будете говорить, Сергей Анатольевич, я буду, потому что вот я приватизировала права, и передать их даже хотела бы, но не могу, по-моему, так. Понятно, да, да, ну, прошу. Поэтому я с удовольствием могу вам ассистировать. Начни тогда показ. Да, 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 пожалуйста, можно отключить какие-то с промежутком или просто листать это довольно быстро. Такова тема моего выступления, она продиктована учебной работой, можно сказать, и в этом плане тоже, мне кажется, вполне будет актуально, поскольку мы знаем, что Юрий Иванович — это не только академический ученый колоссальных знаний, широты кругозора и, что особенно важно, методологических ориентиров, очень четких, но и практик. И его положения во многом обкатывались на учебных занятиях Литературного института. Наверное, многие знают, что учебник, уже неоднократно переизданный, я имею в виду один только, по XVIII веку, он выходил в начале как лекции или под заголовком из лекции по истории русской словесности XVIII века. Такое очень органичное название. И вот эта связь теории и практики, умение объяснить очень сложные теоретически значимые вещи простым языком, ну, в хорошем смысле простым языком, на примерах, на разборах фрагментов текстов, очень тонко подобранных. Вот это одно из направлений, которое очень важно. И они делают ученого, правильно его ориентируют, не чувствуют себя человеком, может быть, живущим где-то в башне из слоновой кости, удаленного от мира, но находящимся в будущем потребностей, умеющего передавать свои знания, будить мысль обучающихся. Вот это тоже очень важно. Данное сообщение — это опыт работы по дисциплине «Анализ и интерпретация художественного произведения». Некоторым моментом мне хотелось бы сегодня кратко поделиться. И, с одной стороны, эта дисциплина уже достаточно традиционна. Есть ряд учебных пособий, предыдущий слайд показал это. Есть замечательные пособия Ирины Георгиевны Минераловой во фленте «Наука» вышедшая. Есть и другие пособия. Вот помочь студенту разобраться в требовании к этой дисциплине, сориентировать, в том числе и в научном плане, как можно анализировать произведение. Вот такого рода вопросы возникают. Что такое анализ, как к нему подходить? И на эти вопросы находятся ответы, причем такие ответы, которые, может быть, являются даже и частного рода, но все-таки открытиями. И в связи, они возникают и в связи с материалами тех исследователей, которые обращаются к данному курсу. Ну вот, я начинаю с цитат из Валерия Игоревича Тюпы, поскольку он тоже автор учебника, правда, «Анализ художественного текста» он называется, да. И, кстати, Валерий Игоревич — соученик Юрия Ивановича Минералова по Московскому университету. Он учился, по-моему, на два года старше. Вот Юрий Иванович Тангин так отзывался, есть такое воспоминание. Тюпа — теоретик литературы, признанный историк литературы. От него мне бы хотелось, повторяю, оттолкнуться. Вот материал в конференции в Московском университете, который проходил 10 лет назад, вот в 2010 году. Вот он пишет, что анализ текста, произведений, точнее сказать, это дисциплина, занимающая промежуточные положения между историей и теорией литературы. Далее такой тезис, что надо уметь на время выйти из истории, извлечь текст из историко-биографического контекста и потом вернуть свой аналитический результат в этот исторический контекст. Следующий слайд, пожалуйста. Далее он пишет об издержках анализа произведения. Ну, с чем-то можно согласиться, с чем-то, наверное, нет. В частности, с точки зрения исследователя, анализ имеет слишком широкое распространение и даже проникает в дидактическую практику средней школы. Это отрицательный план с точки зрения ТЮПы. И элементы анализа, которые, видите, представляют собой указание на приемы или комментирование текста, или лингвистический, или еще другой анализ, это тоже скорее минус. Но я думаю, что с этим положением нельзя согласиться, по крайней мере, в полной мере. Что касается школьного анализа, то, да, это явление неоднозначное. Но, с другой стороны, это и профессиональная подготовка тех студентов, которые, пусть и немногочисленные, но все-таки это несколько процентов наших студентов, которые планируют сделать филологию, педагогическое образование своей специальностью. Это хорошая подготовка. Ну и для всех остальных учеников, если учитель имеет достаточную квалификацию, мотивацию, находит подход, этот анализ, хотя бы фрагментарные элементы анализа произведения, он тоже будет полезен. Широкую практику приобретает и лингвистический, и филологический анализ. Мы знаем, что и комментирование текста может быть различным. Да, бывают примеры, когда комментарий разрастается до колоссальных размеров, но бывают комментарии и очень компактные, любопытные. Вот Ирина Георгиевна дает три типа, как минимум, комментариев в своем посуде. Это хороший опыт. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот анализ текста или произведения. Такие вопросы тоже возникают. Обращаюсь к новейшей энциклопедии «Русский язык», которая вышла в текущем году, в 2020 году, в издательстве «Русский язык» и подготовлена в Институте русского языка. Вот есть тут и темология, конечно, хорошо знакомая нам, ну и другие. Тут и дискурсы, и конструкты можно добавить, да, и все остальное. Конечно, такого рода понимание текста очень размывают его смысл, касающийся именно данной дисциплины. Поэтому вот я здесь привожу цитату из работы Ирины Георгиевны. Она предлагает и наставит на том, что это должен быть анализ произведения. И наша филологическая традиция показывает, да, дальше я примеры приведу, что речь идет нередко именно о произведении, а не о тексте. Разница тут весьма очевидна. Текст слишком широкое значение у этого слова. Произведение — это обязательно эстетическая функция. Это целостность. Полоси — это символ первой степени. Произведение, которое… То, что является моделью для самого себя и так далее. Вот эти моменты употребления слова «текст», наверное, допустимы и вполне приемлемы для лингвистического анализа, для анализа комплексного аналитического 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 вряд ли будет подходящим. Следующий слайд. Ссылаются коллеги, ну вот в частности ТЮПА, на статью Александра Павловича Скафтымова, которую он опубликовал в начале 20-х годов. И здесь видят источник такого рода аналитической работы. Мы видим задачи постижения эстетической целостности художественных произведений, выявление творческих намерений художественной переработки источников. Комментатор пишет, что это адекватно, обышление адекватной ассоциативности художественной идеи, что тоже, мне кажется, любопытно. Но перечитаем эту работу и другие работы Сокулина. Мы обратим внимание как минимум на следующее. Первое, Скафтымов слишком сильно упрекает сравнительно исторический метод, пытается даже от него абстрагироваться, очевидно, не мотивирован. И второй пункт — это то, что он отрицает очень энергично генезис произведений, творческую историю произведений. И вот здесь наблюдения Юрия Ивановича оказываются в очередной раз очень актуальными. Он, как мы помним, фиксировал динамику процессуальных средств поэтики индивидуального стиля и давал нам прекрасные образцы того, как черновики, варианты могут помочь выявить работу стилиста, автора и содержательные планы этих произведений. В том числе и анализировал самые выдающиеся наши литературные шедевры «Войну и мир» Толстого, например, здесь обращался к Пушкину, к Державину и к Маяковскому. Это наиболее такой объемный опыт и такой опыт, который имеет очень серьезное теоретико-литературное значение. На Скафтымове, видите, фиксируется так называемый имманентный анализ. Мы к этому термину вернемся. Следующий слайд. Но даже комментаторы Скафтымова обращают внимание на то, что он очень интересовался открытиями Павла Никитича Сокулина. А Сокулин — это филолог более старшего поколения. Тогда, когда Скафтымов начинал, в 20-е годы Сокулин писал свои завершающие итоговые труды, которые являются знаковыми, конечно, и которые Юрий Иванович актуализировал в своем издании, подготовленном им издании трудов Сокулина. Вот я пользуюсь видео и покажу эту замечательную книжечку, которую, наверное, многие знают. Вот она у меня потрепана бедная, даже она пропутешествовала в Японию, вот такое издание. И надо как-то мне раскаиваться, ее чинить, ремонтировать. Но действительно, книга чрезвычайно интересная и полезная. Покажите еще раз, Сергей Анатольевич, отключалось. Свет пролейте на него. Пролейте свет, но свет у него сзаду. Ай, ну что делать, ладно. Ну хорошо, да, вот, теперь прекрасно видно. Ага, спасибо. Для меня эта книга очень дорога. Я ее купил в букинистическом магазине лет 30, наверное, назад, в чистом переулке. Тогда был там книжный магазинчик. И когда я нашел на полке, увидел эту книгу, про которую слышал, думаю, как же ее никто-то до меня не ухватил, а? Какие же люди полухи, царя небесных. Тут я, конечно, бросился скорее ее оплачивать. И теперь она у меня есть. Вот, книга действительно важная. И, кстати, ее нет в интернете. Если кто-то найдет ссылку, пожалуйста, поделитесь. Меня спрашивают. Я никак не могу. Только фотографирую отдельные страницы. Именно такие, да, это работы теории литературных стилей тоже нет. Так вот, да, следующий слайд. Назад. Нет, ты сделай так, чтобы сначала и пролистай все. Вот, да, и пролистай до нужного места. Ага, да, большое. Да, вот, отлично. Так вот, нет, назад один. Так вот, даже комментаторы Скафтымова указывают на то, что этот исследователь, такой культовый, можно сказать, для некоторых коллег, он очень интересовался трудами Сокулина, которые, к сожалению, на порядок меньше известен. И которого, труды которого Юрий Иванович популяризовал и прокомментировал серьезно, вот в этом издании. А статья стилизации, как и по породе о революции стилизации. Эта статья была написана... Почему нет-то? Я же все утверждала. ...сжибаюсь, и вышла параллельно, да, чуть позже, чем доклад Скафтымова был сделан, и раньше, чем... Ну, пусть останется стилизация, по породе о революции стилизации. Так что тут, конечно, достаточно очевидно. Что же он будет говорить? Во-первых, он уже фиксирует это эманентный, да, то есть, если уж мы делаем экскурс в историю науки, то говорить о приоритете Скафтымова даже в плане эманентного анализа, который имеет ограниченное применение все-таки, да, этот эманентизм требует корректировки исторического плана во всяком случае. Вот он и пишет, да, произведение изучается сначала обособленно эманентно, по принципам теоретической поэтики, дальше он говорит о стиле, школе, литературной эпохи и так далее, а дальше выясняется генезис. Стиль изучается в историческом плане, это уже линия, если первый план, да, это линия потебни, можно сказать, второй план, это линия Веселовского. И здесь есть все то, что уже сообщил Скафтымов и что потом сообщает Тюпа, да, вот эти вот два плана. Эманентный анализ, абстрагирование, а потом возвращение в текст уже с новыми выводами. Следующий слайд, уже, наверное, мне пора заканчивать. Потихонечку, да. Вот такие приемы, они хорошо нам известны, обращают внимание, что Юрий Иванович на художественную речь акцентирует, это очень важно. У Сокольна это семантика и композиция поэтической речи. И следующий слайд, ну, наверное, уже можно завершать бегло, а да, вот остановимся на этом. Нет, еще один назад, конечно, да. Вот те положения, которые можно подчеркнуть в пособии Ирины Георгиевны Минераловой. Мы видим, что это славесный образ знаний, концепты, да, вроде бы термин распространен, и не всегда коллеги видят тут существенную разницу. Кумулятивный подход очень важный. Тоже этому и слово, как произведение. Все, спасибо. Можно завершать. Спасибо, спасибо, Сергей Анатольевич. Сейчас, вот. Так. Спасибо, может быть, какие-то вопросы к Сергею Анатольевичу назвали. Сергей Анатольевич, Галина Владимировна на проводке. Да, Галина Владимировна. Еще раз скажите, пожалуйста, просто какую книжку вы не нашли в интернете? Акулин «Теория литературных стилей». Это 27-й год. Нет, просто я вам даю хорошую подсказку. Пока у нас идет период самоизоляции, закажите, пожалуйста, электронную версию этой книги на сайте Российской государственной библиотеки. А, самый простой ход, да? Понятно. Это абсолютно самый простой путь, и вы эту книжку в электронном виде в свой личный кабинет получите. Все там отстанировано, да? У них же не все это готово. У них не все готово, но они работают и отвечают на вопросы, и сейчас есть возможность бесплатно это получить. Период самоизоляции 1 июня закончится, вы сможете получить эту работу, но только, ну, уже там за какие-то денежки. А сейчас вы это можете сделать. Если я сделаю заказ, и у них это еще не готово, они это выполнят, да? Да, 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 да. Поэтому вы не забывайте, что у нас все-таки есть Ленинка, вот, которая нам помогает. И если, так сказать, книга есть, и она не имеет пока электронную версию, вы пишете, там кнопочку нажимаете, сделать электронную версию. И тогда вы будете, так сказать, обладать этой электронной версией в своем личном кабинете, который у вас тоже есть по номеру вашего билета. Мои вукли остались без ответа, но вот сейчас, пока я дома, они не посмеют мне отказать. Не посмеют, не посмеют. Мы пролоббируем, чтобы всем хорошо жилось и работалось. Спасибо. Я думаю, что мы просто все дружными рядами зайдем на сайт Ленинка и попросим сделать нам электронную версию нужных нам книг. И когда мы их получим, вот и все. Когда сайт зависнет, нам надо график составить, а не обрушиться. Спасибо, Галина Владимировна, спасибо большое.